вот на этой ноте заканчивать рано у нас еще есть время может еще что-то рассказать но уже это не будет так громко как федорик кузьмич и давайте немного сейчас поговорим о состоянии русской православной церкви который полностью была подчинена в двадцатом девятнадцатом веке государству чё там такое в этой церкви творилось давайте об этом немного поговорим российский религиозный философ владимир сергеевич соловьев в своей работе русская идея красавище во повествует о состоянии русской церкви концу 19 века и ее оценки русским общественным деятелям философом публицистом и поэтом славянофилом аксакова это как раз вот тот период период жизни серафима саровского федора кузьмича тот период под заголовок бездушие формализм церковного управления и так выслушаем этого честного весьма авторитетного свидетеля иван сергеевич аксакова он опирался в своем суждении на длинный ряд неоспоримых фактов которые нам здесь приходится выпустить нам довольна будет того что это говорит он цитата аксакова наша церковь со стороны своего управления представляется теперь у нас какой-то колоссальной канцелярию прилагающие с неизбежностью вы канцелярского официальной ложью порядке немецкого канцеляризма к спасению стада христова но с организацией самого управления то есть с организацией пастерства душ на начале государственного формализма по образцу и подобие государства с причислением служителей церкви к сонному слух государственных не превращается ли сама церковь в одно из отправлений государственной власти не становится ли она одной из функций государственного организма говоря отвлеченным языком или говоря проще не вступает ли она и сама на службу государству по-видимому церкви дано лишь правильное благоустройство введен наконец необходимый порядок по-видимому так но случилось только одна безделица была душа подменен идеал то есть на месте идеала церкви очутился идеал государственный и правда внутренне замещена правдой формальную внешнюю дело в том что вместе с государственным элементом и государственное миросозерцание как тонкий воздух почти не чувствительно прокралась в ум и душу едва ли не всей за немногими исключениями нашей церковной среды и стеснило разумение до такой степени что живой смысл настоящего призвания церкви становится уже и теперь мало доступен встречаются просвещенные духовные лица истинно горюющие они достаточно благоустроенном состоянии церкви требующие от правительства издания свода церковных законов между тем более тысячи статей находим мы в своде законов определяющих покровительство государства церкви и отношение к полиции к вере и верующим далее государственная власть на страже русского православия на страже русского православия стоит государственная власть с обнаженным поднятым мечом хранительница догматов господствующей веры и блюстительница всякого святой церкви благочиния готовы покарать малейшее отступление от того церковного ею оберегаемого правоверия которое установлено не только извалением святого духа вселенскими поместными соборами святыми отцами и всей жизнью церкви но для большей крепости и со значительными добавлениями также и сводом законов российской империи приведенные нами выше подлинные выражения заимствованы из этого свода там где нет живого внутреннего единства и целости там внешность единства и целости церкви может держаться только насилием и обманом опасности религиозной свободы и однако оказывается что уголовные законы с их астрогом столь возмутившими нашего патриота безусловно необходимо для поддержания господствующей церкви наиболее искренние разумные защитники этой церкви как например историк погоден цитируем и в числе многих других наших автором of максаком откровенно признается что раз религиозная свобода будет допущена в россии религиозная свобода половина православных крестьян отпадет в раскол а половина высшего общества перейдет католичество если не будет государства управлять церкви страх государственного наказания удерживать в русской церкви половина ее членов что свидетельствует с этими словами спрашивает таксаков то что целая половина членов православной церкви половина русских крестьян половина женщин русского образованного общества только по наружности принадлежат русской полославной церкви и удерживается в ней только страхом государственного наказания так это положение нашей церкви недостойное состояние не только прискорблены но и страшное какой переизбыток кощунства в ограде святыни лицемерие вместо правды страха вместо любви растление при внешнем порядке бессовестности при насильном награждении совести какое отрицание в самой церкви всех жизненных основ церкви всех причин ее бытия ложь и безверие там где все живет есть и движется истинной верой без них же в церкви ничего быть не должно то есть ненормальное положение порождение государственного закона однако же не в этом главная опасность что закралась зло в среду верующих а в том что она получила в ней право гражданства что такое положение церкви истекает из положения созданного ей государственным законом и никакая аномалия и такая аномалия есть прямое порождение нормы излюбленной для нее государством и самим нашим обществом под заголовок внешнее благолепие действительное разложение вообще у нас в россии в деле церкви как и во всем ревнивее все охраняется благовидность дико декором этим большей частью удовлетворяется наша любовь к церкви наша ленивая любовь наша ленивая вера махмуд нажмурим глаза и своей детской боязни скандала стараемся зависит для своих собственных взорах и для взорах мира многое многое зло который под покровом внешнего благолепия благоприличия благообразия как рак как ржавчина точит и подъедает самый основной нерв нашего духовно-общественного организма ложь в области церковного управления нигде так не боятся правды как в области нашего церковного управления нигде младшие так не трусят старших как духовной иерархии нигде так не в ходу ложь во спасение как там где ложь должна быть в омерзении нигде под предлогом змеиной мудростью не допускается столько сделок и компромиссов унижающих достоинства церкви ослабляющих уважение и авторитету все это происходит главным образом от недостатка веры в силу истины вред примирения со злом в том-то и страшная беда наша что все обнаруживаем и теперь в печати еще несравненно худшие все это мы знали и знаем и со всеми этими ужились и уживаемся примирились и примиряемся но до таком постыдном мире в постыдных сделках не удерживаться мир церкви и они равняются в деле истины если не предательство то порождение церковь неверная зовет христом и есть самое бесплодное явление на земле под заголовок если судить по словам ее защитников наша церковь уже немалая но верная стада стада великая но неверная полиция насильно дубьем загоняет овец в стадо соответствует такую образу церкви образа христовой если же не соответствует то она уже не христова а если не христова дочь я же она уж не государственной только учреждения полезные для видов государственных как и смотрел на нее наполеон признавший что религии вещь для дисциплина нравов весьма пригодны но церковь есть такая область где никакой искажение нравственной основы допущено быть не может и тем более в принципе где никакое отступление от жизненного начала не остается не может оставаться безнаказанным где если солгана то солгана уже не человеком а духу божьему если церковь не видно зовет христова то она есть самые бесплодные самое нормальное явление на земле заранее осужденное словом христовым мерзость запустения на месте святом в россии не свободна только русская совесть от того и коснеет религиозная мысль от того и водворяется мерзость запустения на месте святом и медленность духа заступает жизнь духа и меч духовный слова ржавеет упраздненный мечом государственной и у ограды церковные стоят негрозные ангелы божии охраняющие входы и выхода жандармы и квартальные надзиратели как орудия государственной власти эти стражи нашего русского душеспасения охранители догматов русской православной церкви блющители руководителя русской совести и вот наконец последний вывод из этого строгого рассмотрения дела дух истины дух любви дух жизни дух свободы в его спасительном веянии вот чем нуждается русская церковь то есть полный духовный крах русской организованной религии в этой же работе русской идеи соловьев пишет религиозное и умственное освобождение россии есть настоящую минуту для нашего правительства дело такой же настоятельной необходимости каким 30 лет тому назад являлось освобождение крепостных для правительства александра второго крепостная зависимость также была в свое время чем-то полезным и необходимым равным образом и официальная опека наложенной национальный дух россии могла быть благодетельной когда это ду был еще в детском состоянии бесполезно все снова и снова повторять что наш национальный организм полон здоровья и силы словно надо было не быть непременно слабым и больным чтобы можно было тебя задушить каковы бы ни были внутренние причины русскому народу качество не были внутренние присущие русском народ качество они не могут проявляться нормальным образом пока его совесть и его мысли остаются парализованы правящим насилием и абскурантизмом первое всего необходимо дать свободный доступ чистому воздуху и свету снять искусственные преграды удерживающие религиозный дух нашей нации в обособлении без деятельности надо открыть ему прямой путь к полной живой истине у нас идут приготовления к торжественному празднованию 900-летие христианства в россии но по видим мы поспешили с этим праздником если послушать некоторых патриотов то придешь к мысли что крещение святого владимира столь действенное для самого князя для его нации было лишь крещением водой и что нам следовало бы принять вторичное крещение крещение духом и истины и огнем любви и действительно это второе крещение безусловно необходимо если не для всей руси это по крайней мере для той части наше общество которое настоящее время говорит о действии чтобы стать христианская она должна отречься от нового идолослужения менее грубого но не менее нелепого и значительно более вредоносного чем идолослужения наших языческих предков отвергнутые святым владимиром я говорю о новом идолослужении об эпидемическом безумии национализма толкающим народа на поклонение своему собственному образу вместо высшего вселенского божества безусловно речь идет об идолопоклонстве церкви государству слившемуся с подчиненной ему церкви в русле национального религиозного эгоизма поклонение своей национальной исключительность есть полное забвение господа царской россии духовенство было отдельным сословием которое имело им немало имущественные привилегии кроме того но не облагалась налогами и молодых людей из этого сословия в рекрута не брали собственные церкви собственности церкви были три миллиона десятин земли приносивший колоссальные доходы государство выдавала церкви определенные суммы на содержание клира на иные нужды отношения общества в духовенство было мягко говоря не вполне толерантным киевский генерал-губернатор безак в официальном отчете за 1866 год писал русское духовенство не только изменено ветхозаветное левитство но даже более того она приведена в такое положение в отношении к прочим сословиям в какой поставлен был народ израильский в отношении к язычникам и самарянам вследствие сословной отчужденности духовенства общество наконец стало относиться даже враждебно к лицам духовного звания переходившим на службу гражданскую или учебно-гражданскую подобно тому как она не симпатично смотрят на допущение евреев на государственная служба отсюда и возникло странное желание христианском обществе именно что дети пастыря и христианской церкви переходя в другие рода общественной службы вынуждены скрывать от общества свое происхождение стыдиться звание своих отцов как будто дети они каких-то преступников это явление небывало и прежде у нас и невозможное протестантском обществе то есть по сути церковь стала верхозаветной ничего новозаветного нет ну понятно что никаком духовном плодоношение среди мирян речи-то быть и не могло своей высшей точки бюрократизации церковной жизни достигла при победоносцеве обе от прокурора и святейшего синода в 1880 905 годах ему принадлежат слова государство в сущности только держит за собой право выбора епископов и пастырей но она ему не принадлежит она принадлежит клиру и народу по праву историческому апостольскому на возвращение этого права кому следует зависит от государства властвующего в церкви то есть по сути вот что мы скажем то и будет кого надо назначит мы будем назначать а народ это ваше дело подчиняйтесь то есть церковь стала окончательно государственным организмом разноречивые циничное заявление министра церкви что блистательный портрет которого на фоне эпохи был создан александром блоком всего в одном четверостише в те годы дальние глухие в сердцах царили сон и мгла победоносцев над россией простер совиные крыла васильевич ключевский констатирует что в россии великая истина христова разменялась на обрядовые мелочи или на художественные пустяки на народ церковь действовала искусством обрядов правилами пленяла воображение и чувства или связывала волю но не давала пищу уму не будила мысли не будила сердце она водворяла богослужебное мастерство вместо богословия ставила церковный устав вместо катехизиса не богословие обряда слове ничего не скажешь красноречивые свидетельства каких духовных плодов можно было от такой церкви ожидать и в дополнение к сказанному уместно привести еще одно красноречивые свидетельство представители высшего света о состоянии русской православной церкви великий князь альсан михалыч сын великого князя михаил николаевича внук николая 1 двоюродный брат александр третьего двоюродный дядя николай второго женатой на дочь александр третью ксении александр не и просто очень порядочный абсолютно честный человек безусловно рожденные в духе я читал его работы я читал его книги свои книги воспоминаний пишет официальное христианство обнаружившая свою несостоятельность 1914 году прилагает все усилия к тому чтобы превратить нас в рабов божьих приводя нас таким образом к фатализму который несет страшную ответственность за трагический конец россии и династии религия любви основанная на законе любви должна заменить все в расповедании превратить сегодняшних рабов божьих в его активных сотрудников все наши страдания нас ничему не научили то тогда жертву христа было бесполезно и тогда действительно прав тот кто утверждает что последний христианин был распят 1900 лет тому назад то есть первое и последнее спаситель бы распят горько осознавать что церковь сегодняшнего дня далеко отошла от христа но и так недостающего звена на создать не может ибо закону любви она не следует все на лицо догмата таинства обряда тысячи молитв за которыми скрывается ее духовное бессилие но нет любви кого и что мы должны любить силу высшую богу не словами не низко поклонствам и рабским присмыканием а мыслями делами любви ко всем одинаково любить мы должны мир ибо мы составляем его нераздельную часть сознавая в то же время что мы произошли от высшей силы и к ней вернемся только тогда когда станем самостоятельные самосознательной сильной духом личностью любить мы должны все чистое красивые природы все проявлению любить мы должны жить земную ибо она есть одна из ступеней жизни вечной проведя которые в правде чистоте и любви мы получим возможность подняться на ступень выше и следует рассматривать свою жизнь не с точки зрения узкой земной приходящий а с точки зрения вечной духовной на себя надо смотреть не как на тело в котором мы временно живем а как на дух которого наше я есть выражение который есть житель мира для которого нет ни времени не пространство который живет где хочет который не подчинен незаконным природам незаконным людским права которого безграничны ибо жизнь в нем самом в духе и которые ответственны только перед силой высшую перед богом ничто земное и ни в чем и никогда не может тронуть нашего духа он вне досягаемости земных людских притязаний но связь с духом высшим всегда в нашей полной досягаемости сознавая великую истину только что сказанного и прочувствовав эту великорадостную истину до конца мы поймем насколько все что касается нашего тела мелочно насколько все на земле происходящее несущественно и сегодня реализации пути сознательной духовной эволюции зародившегося в 90-е годы двадцатого века в новой россии позволяют осуществить то чем так страстно мечтал великий князь альсан михалыч а реализация религии основанной на благодати и должность заменить все вероисповедания как упоминалось духовная жизнь в русском государстве существенно оскудевает уже восемнадцатом веке из года в год церковь все более отстает от требований времени причем это отставание трактуется церкви как незыблемая верность святоотеческим традициям которыми полностью исчерпывается раз и навсегда установленной истины шин не принимается в расчет разительные изменения психология людей от раннего средневековья то есть со времен крещения руси до начала двадцатого века церковь не отличающийся безупречностью поведения своих пастырей самих пастырей полностью находясь под пятой государства не в состоянии ответить на многие порожденные новым временем социальные политические общефилософские вопросы и в результате авторитеты значения церкви в народе особенно в его просвещенных слоях стремительно падает а посему неизмеримо возрастает духовное значение отдельных досточтимых личностей сумевшим в этом мраке в этом мраком окутанном времени взрастить своих сердцах духовное семя и сеять свободу или свет правильно сказать заблодшему миру вот мы сегодня говорили остаться феодоре томским завтра поговорим о серафиме саровском то есть отдельные могучие светильники духа вот они вместо всей этой церкви со всей мишерой обряда вере им они все-таки несли вот это знамя света божьего и становились действительно центром притяжения тех кто готов был истинным путем законным путем постигнуть все-таки истину христову